Тихон Зитко Тихон Зитко В Петербурге, как обыкновенная многоэтажка на Ленинском, оказалась в центре спецоперации ФСБ. В среду перед судом предстал 40-летний Дамин Пашилк. По версии обвинения он является виновником по меньшей мере 12 пожаров, охвативших Калифорнию. В штате тем временем были эвакуированы более 80 тысяч человек. Тему продолжит мой коллега Валерий Кипелов. Первое заседание по делу о пожарах в Калифорнии продлилось всего несколько минут. Обвиняемый, 40-летний Дамин Пашилк, пытался скрыть свое лицо от камер журналистов, отвечать на вопросы отказался. Прокуратура называет жителя города Клир-Лейк серийным поджигателем. В списке из 19 пунктов обвинения по меньшей мере 12 пожаров, уничтоживших более 170 жилых домов и несколько гектаров леса в районе города Клейтон. Следствие полагает, что Пашилк может быть связан и с другими возгораниями, которые произошли в графстве Лейк за последний год. Местный пожарный департамент оценивает ущерб от начатых Пашилком пожаров в 10 миллионов долларов. В случае признания виновным поджигателем может грозить пожизненное заключение. В настоящий момент на территории Калифорнии бушует несколько пожаров. Спасателям удалось взять под контроль лишь незначительную часть объятых огнем территорий. Из зоны бедствия эвакуированы жители 35 тысяч домов. Это более 80 тысяч калифорнийцев. Прогнозы экспертов пока неутешительны. На данный момент из 120 квадратных километров потушить не удалось ничего. Погода сегодня такая же жаркая, как и вчера. Минимальная влажность ниже 10% на границе пожара. Очень сухо. Температура воздуха под плюс 40. Местность чрезвычайно сухая. Очень вероятны самовозгорания. За 40 лет работы пожарным я никогда не видел такого огня. Многим, оставившим свои дома местным жителям, пришлось убегать уже из пылающих построек. Все, что я помню, это то, что я загнала собаку в переносную клетку, обошла наш грузовик и в этот момент за нами шквал огня. Столбы черного дыма от пожаров в Калифорнии видны даже в соседней Неваде, в Лас-Вегасе, за 320 километров от края огненной стихии. Когда люди смогут вернуться в свои дома или в то, что от них останется, пока никто сказать не может. Если ситуация сухой ветреной погоды и отсутствием осадков сохранится, власти будут вынуждены расширить зону эвакуации. От стихийных бедствий перейдем к перипетиям предвыборной гонки в попытке спасти компанию. Дональд Трамп объявил о смене руководства своего избирательного штаба. Напомню, бывшего шефа Пола Манафорта заподозрили в получении миллионов долларов от украинской партии регионов. Как теперь изменится и изменится ли предвыборная стратегия Трампа? Об этом мой коллега Евгений Маслов. Кандидат-республиканец Дональд Трамп второй раз за два месяца меняет руководство своего избирательного штаба. Менеджером его предвыборной кампании станет Келлен Конуэй, политтехнолог и советник Трампа. Исполнительным директором штаба назначен Стивен Беннен, руководитель консервативного новостного портала Brightboard News. С помощью новых назначений кандидат-республиканец рассчитывает сделать свою избирательную кампанию эффективнее и добиться преимущества в гонке за Белый дом. Беннен и Конуэй Трамп назвал командой победителей. Я давно знаю их обоих. Они отличные люди. Они победители и чемпионы. А нам нужно победить. Новые назначения последовали за скандалом, разразившимся несколько дней назад. Издание New York Times в своей статье утверждало, что глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, бывший советник Виктора Януковича, в свое время получил более 12 миллионов долларов от украинской партии регионов, известной своей пророссийской позиции. И в этом усмотрели связь кандидата-республиканца с Кремлем. Сам Пол Манафорт получение денег отрицает, но за три месяца до выборов Дональд Трамп явно решил не рисковать. Впрочем, статус председателя штаба Манафорт при этом сохраняет. Скорее всего, формально. Чего стоит ожидать от новой правленческой команды избирательного штаба Трампа и чем был продиктован выбор? Вопрос, которым сейчас задается пресса в США, а эксперты-политологи делают прогнозы. Келли Конуэй занимается социологией и хорошо разбирается в этом. Она, разумеется, консервативна и как специалист привнесет в компанию многое из своего личного опыта в области социологии и общения с прессой. Второй выбор Трампа куда любопытнее. Он выбрал человека, который руководит сайтом Breitbart. Это интернет-издание «Право Тулка», но этот выбор любопытен тем, что у Беннона нет никакого опыта ведения политических предвыборных кампаний. Кандидат-республиканец свою не уже делал в перестановке в избирательном штабе. С поста менеджера предвыборной кампании был вынужден уйти Кори Ливандовский. Трамп официально высказался в его адрес положительно, оценив высоко его работу, но отметил, что намерен свою кампанию обновить. Решение Трампа многие связали тогда с желанием окружить себя более опытными советниками. Перестановки в руководстве штаба на этот раз явно попытка кандидата-республиканца отвести от себя подозрения в связях с Москвой. Оппоненты Трампа теперь не могут утверждать, что его предвыборной кампанией руководит человек, возможно, получавший деньги из Москвы. Впрочем, смена руководства предвыборного штаба кандидата-республиканца вызвана не только желанием отмести эти подозрения. Согласно социологическим опросам, Дональд Трамп отстает от Хиллари Клинтон. Ему нужна новая стратегия, чтобы ее хотя бы догнать. Согласно данным CNN, если бы выборы президента США проходили сейчас, Хиллари Клинтон поддержали бы 45% избирателей, а Дональда Трампа 35%. Евгений Маслов, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. Ну и еще о Дональде Трампе. В среду официально были предъявлены обвинения 19-летнему жителю штата Вирджиния, который в прошлый четверг, ни много ни мало, три часа карабкался по небоскребу Трамп Тауэр в Нью-Йоркском Манхэттене. И с помощью пневматических присосок добрался до 21-го из 58 этажей. Юноша объяснил свой поступок желанием лично встретиться с Дональдом Трампом, чей избирательный штаб как раз находится в этом здании. Встреча, впрочем, не состоялась. Нарушителей обвинили в создании опасной ситуации для окружающих. Россия стоит за новым масштабным хакерским скандалом в США, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. На этот раз под ударом оказалась сама американская спецслужба. У нее, возможно, украли кибероружие. Хакеры из группы Shadow Brokers выпустили заявление, в котором утверждается, что они взломали Equation Group, связанную с АНБ. В числе прочего, взломщики получили доступ к компьютерному червю StaxNet. С помощью именно этой вредоносной программы были совершены не менее 500 атак в 42 странах мира. Например, StaxNet позволил заразить программное обеспечение ядерных объектов в Иране. Теперь хакеры разместили архив Агентства национальной безопасности на своем сайте. В зашифрованном виде ключи от архива получит тот, кто переведет на их кошелек больше всего биткоинов. Возвращать деньги проигравшим, правда, никто не собирается. Однако, если же на счетах хакеров окажется в общей сложности более полумиллиарда долларов, то они выложат еще одну часть украденной у АНБ информации в открытый доступ. Вероятно, эта утечка является предупреждением о том, что кое-кто может доказать причастность США к любым атакам, в которых использовался этот вредоносный код, написал Эдвард Сноуден в своем твиттере. За последние месяцы в США было совершено несколько громких кибератак против демократической партии. Многие увидели в этом русский след, особенно после заявления республиканского кандидата Дональда Трампа, который в прямом эфире призвал Россию взломать электронную почту своего оппонента Хилари Клинтон. Добавлю, хакеры из группы Shadow Brokers в прошлых атаках не упоминались, однако, как и те, кто взломал ресурсы демократов, свои обращения они публикуют на ломаном английском. Вашингтон обеспокоен использованием России иранской военной базы для нанесения ударов по Сирии. Как заявляют американские военные чиновники, улучшению ситуации в регионе это способствовать не будет. Это усложняет ситуацию. Мы не можем это приветствовать, потому что это означает, что, скорее всего, воздушных ударов станет больше, причем ударов неуправляемыми бомбами, которые несут много разрушений. Более того, цели этих ударов – это в основном противники Башара Асада, а не ИГИЛ. И хотя Кремль говорит, что его цель – ИГИЛ, в реальности же он выбирает себе другие цели. И это приносит разрушение и гибель гражданского населения. Кроме того, укрепление отношений между Россией и Ираном беспокоит нас. Мы не можем приветствовать подобное развитие событий, потому что Иран играет роль в этом регионе. И эта роль, на наш взгляд, не является позитивной. Я напомню, удары по Сирии с территории Ирана Россия начала наносить накануне. Ну а сегодня западные средства массовой информации анализируют появление оси – Москва-Тегеран. И сходится во мнении, что это, в первую очередь, сигнал Вашингтону. Какой именно? Тема продолжит политический обозреватель РТВАй Мария Гордон. Вся военная операция Российской Федерации в Сирии – это сигналы Западу. Начало сирийской кампании осенью прошлого года – мощный ракетный салют из акватории Каспийского моря. Потом уход в ожидании дипломатических дивидендов, которые не последовали. Потом неожиданный возврат. Струнный концерт с участием велончелиста Ралдугина в освобожденной Пальмире – еще один сигнал. И вот сейчас Россия использует иранский аэродром Хамадан для ударов по Сирии. Как высказался Госдеп США, такой поворот событий нежелателен, но он не был непредвиденным. Представитель Госдепа Марк Тонер отметил, что нужно проверить, не нарушает ли действия Москвы резолюцию Совета безопасности ООН, которая запрещает переброску вооружений в Иран без согласия Совбеза. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров призвал американцев прекратить, цитата, «искать блох». По его словам, идет обычная антитеррористическая операция. Эти боевые самолеты с согласия Ирана используются российскими воздушно-космическими силами для участия в антитеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики по просьбе законного сирийского руководства, с которым также, по его же просьбе, сотрудничает и Исламская Республика Иран. Тем не менее, мнения западных аналитиков сходятся. Россия пересекла две геополитические черты. Это первый случай, когда иранцы разрешили иностранному государству использовать одну из своих баз со времен революции 1979 года. Это также первый случай, когда Москва обратилась к третьей стороне для нанесения ударов по целям на территории Сирии. В последнее время можно наблюдать попытки России наладить отношения с Саудовской Аравией и новой властью Египта. Только что торжественно восстановлены отношения с Турцией. В целом, главная задача сводится к захвату зон политического и военного влияния Советского Союза, потерянных после его распада. Тем временем в Израиле, который не без оснований считает Иран своим главным врагом, обеспокоены. Пока нет официальной реакции, но обозреватели подозревают, что Москва пытается занять место США на Ближнем Востоке. Израильские военные, как пишет газета «Джерузалемпост», предупреждают. Игра России на понижение активности Соединенных Штатов еще принесет неожиданные последствия. Например, в пространство, где ослабевает влияние Вашингтона, может вступить и Пекин, который на этой неделе объявил о том, что намерен предоставить помощь армии Башара Асада. Американские разведчики предполагают, что Россия просто заплатила Ирану за использование базы. По их мнению, в Тегеране становятся необычайно гибкими, когда речь идет о прибыли. Мария Гордон, телекомпания «Артевиай». Это новости на «Артевиай» и далее в нашем эфире. ФСБ и СОБР в панельной многоэтажке на Ленинском проспекте в Петербурге. Репортаж «Артевиай» с места событий. Границы теперь открыты. Леонида Невзлина больше не ищет Интерпол. Янукович против Порошенко. Бывший президент Украины требует очной ставки с президентом нынешнего. Все это через пару минут на «Артевиай». Оставайтесь с нами. Еще раз приветствую аудиторию телекомпании «Артевиай». Меня зовут Тихон Зитко. Продолжаем наш выпуск. Подводим итоги дня. Перенесемся в Россию. Четыре человека убиты во время спецоперации в Санкт-Петербурге. Такие цифры приводит Следственный комитет. Около половины 12-го в обычном многоэтажном доме на Ленинском проспекте прогремели взрывы. Как развивались события в Санкт-Петербурге? В репортаже моего коллеги Юрия Баранюка. Операция в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте была заранее спланирована. Об этом говорят показания местных жителей. Они рассказывают, что их попросили покинуть свои квартиры сегодня утром, еще накануне вечером. И опять же, сегодня утром силовики еще раз прошлись по подъездам. И только после этого прозвучали первые взрывы. По словам офицера подводного флота в отставке Андрея Девятовского, это были светошумовые гранаты. Он сам живет в этом доме и за ходом операции следил с самого начала. За происходящим наблюдал с улицы и видел, как люди в квартире на 10 этаже строили баррикады на балконе. И как после первых хлопков начали вылетать стекла. Они постоянно двигались вот именно в левом окне. В левом окне. Потому что правое было вот так вот замуровано уже, забаррикадировано. А в левом еще вот такое чистое было. Потом она, видно, наклонялись, видно, разбирали шкаф. И вот этими шкафами, двумя, закрыли вот эту вот большую прорезь. Когда силовики начали штурм, боевики открыли ответный огонь. По словам очевидцев, выстрелы были одиночными. Оружие предполагаемых преступников как раз одна из причин проверки со стороны силовиков. По их информации, выходцы с Кавказа приобрели и хранили нелегальный огнестрел. При задержании указанные лица оказали сопротивление, совершив посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, открыв огонь из огнестрельного оружия. Ответным огнем четыре лица, находящиеся в квартире, были уничтожены. Уголовные дела возбуждены сразу по двум статьям. Бан посягательства на жизнь стражей правопорядка и незаконный оборот оружия. Сами убитые, по данным силовиков, были участниками организованных бандформирований. И хотя их имен пока не называют, говорят, что боевики были в федеральном розыске. А нашли их якобы после ликвидации лидера одной из северокавказских группировок Хизира-Ляхова. Это произошло 14 августа на федеральной трассе Кавказ. Для жителей почти голливудский сценарий захвата стал шоком. Юго-запад, так называется район Петербурга, где все произошло, тихая спальная окраина. Вполне благополучная по российским меркам. Последний раз эта часть мегаполиса в сводке мировых новостей попадала в начале лета, когда власти здесь, попреки желаниям горожан, решили назвать мост через Дудерговский канал в честь Ахмата Кадырова. А с тех пор, можно сказать, ничего не происходило. И опасные соседи в злополучном доме не казались такими опасными. Квартиранты многоэтажки меняются регулярно, много апартаментов сдают в найм на короткий срок. Судя по всему, так было и с жилплощадью на 10 этаже в 6 парадной. Там продолжают работать криминалисты, а личные вещи убитых направлены в лабораторию. Юрий Баранюк, РТВА, Санкт-Петербург. Интерпол больше не имеет претензий к бывшему вице-президенту ЮКОСа Леониду Невзлину. В среду он был исключен из списка лиц, объявленных в международный розыск. Комиссия Интерпола пришла к выводу о политическом характере уголовного дела против одного из бывших руководителей нефтяной компании. Напомню, в России Невзлин был заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве мэра нефти Юганска Владимира Петухова. По этому же делу пожизненный срок отбывает бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. Решение Интерпола может повлиять и на его судьбу, заявил Леонид Невзлин в интервью телеканалу РТВА. Для Алексея Пичугина, который 13 лет находится уже в тюрьме и на зонах, по уживому обвинению, полсифицированному, приговоренный к пожизненному сроку заключения, невиновный. Это решение, с одной стороны, как бы ничего не дает, потому что ни одно такого рода решение любого суда, включая Европейский суд, оно в России обычно не рассматривается и не повнимается во внимание. А что касается дела ЮКОСа, то отвергается всегда и на любом уровне, любым судом, включая Верховный суд. И другого опыта у нас нет. Но это решение, без сомнения, дает дополнительную силу тем, кто борется и будет бороться за освобождение за рубежом. Это документ, который может быть предъявлен в Конгрессе, в Сенате, в Европе, где угодно. И он как бы доказывает его невиновность и, как я сказал, дает дополнительную энергию и силу. Для моей жизни это просто снятие опасности при перемещениях. Я вот все время думал, когда куда-то летал, а что будет, если самолет сядет где-нибудь в нехорошем месте, или на границе меня встретят. Сейчас это намного легче будет. Я, во всяком случае, бояться не буду ездить. И буду много перемещаться, естественно, по делу и для отдыха. Перенесемся в Украину. Бывший президент страны Виктор Янукович потребовал очной ставки с действующим главой государства Петром Порошенко. Около недели назад украинская прокуратура вызвала Януковича на допрос. Это связано с уголовным делом об убийствах на Майдане в январе-феврале 2014 года, во время акций протеста, которые позже получили название «Революция достоинства». Бывший президент согласился принять участие в следственных действиях, если в рамках очной ставки с ним встретится президент нынешний, а также экс-премьер Арсений Яценю, глава Верховной Рады Андрей Порубий, мэр Киева Виталий Кличко и другие чиновники. Как рассказал адвокат беглого главы государства, ныне проживающего в России, Янукович в случае очной ставки готов принять участие в следственных действиях посредством видеосвязи. В общей сложности по делу о гибели людей на Майдане проходит около ста подозреваемых, в том числе бывшие руководители Украинской службы безопасности и МВД. Янукович называет виновными своих оппонентов, которые в тот момент были в оппозиции. Нынешняя же власть указывает на российский след. В частности, президент Порошенко заявлял, что снайперскими группами на Майдане руководил помощник президента России Владислав Сурков. Вообще к этому делу и к ходу расследования в Украине много вопросов. После расстрела на Майдане прошло уже больше двух лет, а ответственность так никто до сих пор и не понес. Впрочем, к генпрокуратуре в Украине есть и другие претензии. В среду у здания надзорного ведомства состоялся пикет с участием некоторых украинских депутатов и активистов. Они протестуют против давления, которое украинская прокуратура в последнее время оказывает на Национальное антикоррупционное бюро. Это ведомство, которое было создано после революции, призвано бороться с коррупцией. Его создание всячески приветствовали на Западе. Однако в последние недели давление на него начали оказывать прокуроры. Они привели в бюро обыски и, по некоторым данным, даже пытали некоторых сотрудников ведомства. Многие наблюдатели в Украине усматривают в этом нежелание некоторых украинских элит по-настоящему, а не на словах, бороться с коррупцией. Давайте называть вещи своими именами. То, что происходит сейчас, это коррупционная контрреволюция. Все органы борьбы с коррупцией, которую мы создавали последний год, пытаются закрыть или лишить любых полномочий. В администрации президента нет политической воли на то, чтобы существовал независимый антикоррупционный орган, который бы боролся с коррупционерами в высших эшелонах власти. Еще о коррупции, но уже в спорте. Глава Европейских Олимпийских комитетов, ирландец Патрик Хики, арестован в Рио. 71-летнего члена МОК подозревают в незаконной передаче билетов перекупщику для продажи их по завышенным ценам. После ареста чиновник покинул свой пост в Международном Олимпийском комитете. По словам полицейских, во время задержания он пытался спрятаться в номере, где ранее проживал его сын. Куда удачнее, чем для Патрика Хики. Этот день в Рио прошел для российских волейболистов. Мужская сборная по этому виду спорта вышла в полуфинал соревнований на Олимпиаде. Россияне обыграли сборную Канады со счетом 3-0. Правда, женская сборная с аналогичным счетом уступила соперницам из Сербии. В общем командном зачете на первом месте остается сборная США. В копилке Олимпийской сборной этой страны 86 медалей. Из них 28 золотых. Вторую строчку рейтинга занимает Великобритания. 19 медалей высшей пробы. На третьей позиции удерживается Китай. Россия остается на четвертой строчке. В ее копилке 40 медалей. Из них 12 золотые. Ну что ж, это все новости к этому часу. Я, Тихон Зитко, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.